Шеф-повар, Максим Григорьев. Искандер кебаб по-турецки. Я уже видела такое блюдо у нас на сайте, но оно существенно отличается от того, которое мы часто едим в турецких ресторанах, так как очень любим турецкую кухню. Когда бываем в Ташкенте, то специально ходим на него в турецкий ресторан. Там и воздушные лепешки, баллон, там и всевозможные доноры, можно душу отвезти и насладиться вкусной кухней. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты – основное. Говядина вырезка 250 грамм. Йогурт натуральный 150 мл. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Перец красный молотый 1 грамм. Чиобата 0,5 штук. Ингредиенты – заливка. Говядина вырезка 250 грамм. Йогурт натуральный 150 мл. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 2 столовые ложки. Перец красный молотый 1 грамма. Чиобата 0,5 штук. Вода 200 мл. Масло сливочное 30 г. Заливка. Сахар 0,5 чайных ложек. Соль по вкусу. Томатная паста 1,5 столовых ложек. Шаг 1. Для приготовления искандер-кебаба возьмем самые простые ингредиенты. Хороший кусочек говядины. Лучше вырезки, так как она мягче и готовится быстрее. 1-2 лепешки или можно заменить чиобатой, томатную пасту, йогурт, масло сливочное и растительное, соль, перец красный, или без него, 1 щепотку сахара. Шаг 2. Слегка подмороженный кусочек мяса нарезать прозрачными ломтиками, как бы снимая стружку, очень тонко. Шаг 3. Честно, я не помню, есть ли лук в блюде, которое мы едим в ресторане, но, в домашнем варианте, я всегда его добавляю. Сначала сделать несколько колечек лука для подачи, а остальной лук нарезать перьями, вдоль. Шаг 4. Разогреть растительное масло. Я написала, что его нужно 2 ложки, возможно еще меньше, так как я никогда не измеряю, а лью приблизительно. Быстро обжарить мясо до изменения цвета, затем подсолить и поперчить. Главное, не затянуть процесс, чтобы мясо не стало жестким. Лучше попробовать, мягко ли. Затем добавить лук и, помешивая, обжарить еще 2-3 минуты, чтобы лук отдал свой запах мясу. Лук станет слегка мягким. Шаг 5. Выложить мясо с луком на отдельную тарелку и держать ее в тепле. Дальше все делаем очень быстро. Шаг 6. Хлеб лучше заранее нарезать кубиками. Шаг 7. В сотейнике растопить сливочное масло и добавить томатную пасту, все смешать и прогреть. Шаг 8. Затем влить воду, посолить по вкусу и добавить сахар. Уварить при сильном кипении на 1 дроп 3. Соус должен стать ярким и слегка загустевшим. Это недолго, минут 5. Вкус должен вас полностью устраивать, то есть сладость и соль в полном балансе. Шаг 9. Взять продолговатое блюдо, лучше, конечно, глиняное. На одну его сторону выложить нарезанную лепешку. Шаг 10. Поверх разложить поджаренное с луком мясо. Шаг 11. Полить соусом. Соуса должно быть достаточно, чтобы пропиталось не только мясо, но и слой хлеба под мясом. Разложить колечки сырого лука, а в свободный край блюда выложить йогурт. Едят из кандер-кебаб, захватывая мясо с хлебом и соусом, слегка разбавляя все йогуртом. Можно запивать все горячим чаем или есть со свежим салатом. Ой, как же это вкусно! Угощайтесь!